По словам врачей, симптомы заболевания менее серьезны по сравнению с обычной, так называемой, натуральной оспой. К ним можно отнести головную боль, боль в мышцах, характерную сыпь на коже, а также воспаление лимфоузлов. Обезьянея оспа менее заразна, однако передается воздушно-капельным путем. И врачи напоминают, что необходимо не забывать о средствах гигиены, а также масках. Эта болезнь опасна тем, что она может приводить к осложнениям, которые могут затрагивать жизненно важные органы. Возможно, развитие бронхопневмонии, сепсиса, что теоретически и практически может привести к смерти человека. В настоящее время в качестве профилактики специфическая вакцина, которая была бы в быту в нашем ежедневном, входила бы в календарь прививок, на сегодняшний день действующий ее нет. Но считается, что те люди, которые привиты от натуральной оспы до 1979 года, имеют защитный потенциал не на 100%, но все-таки считается, что вероятность того, что та вакцина поставлена еще в прошлые годы, получается более 40 лет назад, она потенциально может защитить и на сегодняшний день. К слову, в мире пока зарегистрировано порядка 100 случаев заражения обезьяньей оспы. Это в Канаде, Португалии, США и ряде других европейских стран. В России, по официальным данным, пока ни одного случая заражения вирусом не выявлено. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком.